Шпаков вступает в борьбу за мяч, отнимает его. Здесь Короман подближается к чужой штабной площади, отбрасывает под удар Билл Булыбе. И вот еще удар и великолепный гол. Как здорово, самарцы открывают счет. Важнейший мяч на первых минутах ответного поединка. Радуется Лобос. Прекрасно понимает он, что в белорусской команде в данный момент необходимо забивать уже даже не три, а четыре мяча для того, чтобы пройти в первый основной раунд Кубка УЕФА. А забил Виталий Булыга. Только я хотел сказать, что для этого игрока, равно как и для Ковбы, очень принципиальный матч. Оба выступают за белорусскую сборную. Выступали в белорусском чемпионате. Приехали, можно сказать, к себе домой. И вот видите, уже на пятой минуте Булыга отличился в матче и забил. Есть у него здесь на трибунах персональные бакироваться. Это удар, ну точнее попытка его. Самарцам надо спокойно доработать второй тайм, для того, чтобы, ну, что и будет правда говорить, не тратить много сил. Вы меня извините, но вот это слово доработать, ну, никак не нравится. Доиграть. Доиграть. Вот сейчас может быть опасно и... Ну вот видите, они же играют. Виноградов забивает второй мяч в ворота белорусской команды. Снимая, наверное, уже последние вопросы об исходе двухраундовой дуэли. Напомню, что в Самаре крылья выиграли 2-0. Такой же сейчас счет будет на табло здесь, в Борисове, на городском стадионе. И даже, наверное, уже бессмысленно считать, сколько мячей надо забивать сопернику. Ну, пять, скажу на всякий случай. Ну, наконец-то прошла передача. Короман в первом тайме, будем откровенны, он сыграл плохо. Для игрока такого класса, такое количество брака в передачах, необоснованная обводка в центре поля, конечно, не должен действовать такой высококлассный футболист. Но будем откровенны, это высококлассный футболист, он игрок национальной сборной и основной игрок. И вот сейчас он показал. Продолжение следует...